Почему докуренная сигарета это бычок, а не тёлка? Почему мы читаем в туалете, но не какаем в библиотеке? Почему мне 29 лет, а не 29 зим? Если у рыб жабры, то где у жаб рыбры? Почему социализма давно нет, а тетради всё ещё общие? Откуда у соседей деньги на бесконечный ремонт? Как своими силами порвать ниточку, соединяющую новые носки? Срут ли голуби друг на друга? Как свернуть инструкцию от лекарства обратно, как было? Почему нельзя драться с беременными? У них ведь и так постоянно схватки. Давайте разбираться в комментариях. Ну а теперь, собственно, к выпуску. Да-да, вы, наверное, там в Сити уже такие... Ну а теперь, собственно, наконец-то, к выпуску. Да-да-да, вы, наверное, уже думали, что всё, уже не будет этих интервью на улице. Нет, я вышел. И сегодня будет самый читерский выпуск моего проекта. Я буду сам у прохожих людей уточнять... Интересовать... Я... Я буду сам... Заглох. Заново? Ну а сейчас сам выпуск. Ну а сегодня нет никакой темы. Но это не значит, что я не подготовился. Просто сейчас такие времена, когда уже сам не знаешь, что людей спросить. И сегодня я буду сам у них интересоваться, какие темы их интересуют. А? Как? Классно я придумал? А ещё я придумал свой подкаст. Вот сейчас вот здесь появляется обложечка моих выпусков. Пожалуйста, посмотрите. Это новый виток развития моего творчества. Всё, а теперь, наконец-то, начинаем. Поехали, Виталий. Чё вообще, как дела? Всё хорошо. Всё нормально, чё делаете? Мы прерываем вашу свиданку или как? Нет, мы... Мы друзья. Мы просто друзья. Это... Подожди, ну... Надо просто подождать. Или вы уже были в отношениях и остались друзьями? Нет, мы одноклассники. Стрёмно, да, сейчас одноклассники? Да, очень. Это же все об этом будут знать. Да, такой инж. Это просто позор. Я снимаю на свой ютубчик и сегодня... А мы вас видели в тиккоке. Классно, но сегодня у меня нет никакой темы. Но я хочу, чтобы предложили вы мне что-то. Вот чё вам интересно? То, что нужно готовиться к экзаменам, осталось... Три дня. Три дня, да. Чё за экзамен? Математика. Подтянем прямо сейчас тебе. Давай подтянем сейчас. Давайте. Корень из 121? 11. 11? Да. Красава, Коля. А он будет одного с тобой на экзамене сидеть? Не знаю. Получается, ты не сдала уже. Блин. Всё потихо. По математике тебя погоняю. Сколько букв А в слове математика? Математика. Подожди, подожди. Три. Три. Ну вот, видишь, вот такую оценку ты получишь. Поступите дальше, куда? Что хотите делать? Дальше учиться на психолога. Ты разбираешься в людях, как ты считаешь? Я считаю, что да. Поэтому ты с ними не встречаешься. Да. Заканчиваем наше интервью каким-то умным советом. Мы хотим, чтобы это был полезный выпуск. Главное в жизни не деньги, а их количество. Это же однозначно лайк после этого будет. Конечно, лайк, подписка. Спасибо. Спасибо, Ребен, я затеял зря эту тему. Я же старый уже. В коленке. Как тебя зовут? Ваня. Ваня, мы должны как блогеры, типа, знаешь, как сказать. Вот так вот. Привет, как тебя зовут? Ваня. Ваня, ты же блогер, ты делаешь обзоры на своих друзей, правильно? Да. Итак, идём. Пойдём. Это Ваня, и он делает обзоры на своих друзей. Итак, как зовут этого друга? Это Паша. Кратко, Бушидор Ишков. Он носит крутые очки. Он потерял тапки, мы их ищем. Так, это последняя модель? Нет, новая. Это обзор на друзей, как зовут тебя? Ваня. На друзей Вани. О, это мой друг Никита. Dead Inside. Никита Plus или S-Max, какой Никита это? Никита Pro. В чём его преимущества и недостатки? Умеет открывать пиво зубами. Обзор на друзей Вани, йоу. Эта девочка зовут Ульяна. Так. Всем рекомендуешь? Конечно. Итак. Советую покупать Ульян всем. У тебя так не останется друзей потом, Ваня. Ты чего? Два твоих френда. It's Andrew and Vanya. Какого года производства твои друзья? Четвёртого. Ты как блогер всё равно должен немножко, чтобы быть ближе к народу, должен всё равно что-то хейтить. Типа вот это вот не рекомендую. Вот кого не рекомендуешь из других? Белого не рекомендую, чёрный работает лучше. Мы должны заинтриговать, сказать, смотрите остальных друзей в следующих выпусках. Остальные друзья в других выпусках. Ссылка в описании. Конечно. Микрофон переверните. А, его ещё надо было включить, брат. О, ты хотел кого-то загибернуть. Блин, ладно. А, это вообще фото было, Вань. А, ну всё хорошо. Всё, это видео. Ха, прикинь, это был пранк. Это видео на самом деле. Йоу, мы разыграли Ваню. Пацаны, здорово. Кулачок, кулачок. Хотя, чё, нормально, можно уже. Ковид уже больше нет, да, по-моему? Вы сказали, что просто смотрите. Да, я смотрю. А, он не смотрит, блин, да? Давай для кадра скажешь, что вы вместе смотрит. Хорошо. Ты давно вообще подписался? Да, уже очень. Я хочу твой любимый выпуск. Пятый. Просто цифра, нормально. О чём, интересно, можно пообщаться с людьми? Ну, а жизнь? Думали, кем вы станете, допустим? Да. В идеальном случае кем станешь? Ну, думал дальнобойщиком. Это идеальный случай. А вот если так, ну не пошло что-то, вот кем станешь? Ну, сварщиком, наверное. А ты кем планируешь стать? С утенёром. Ага. Ты вообще как бы с девчонками нормально общаешься? У тебя много контактов девчонок есть? Есть, да. Давай, кого-нибудь посоветуй прямо сейчас на камеру. Ну, Доминика. Доминика. Это ты сразу придумаешь ещё и прозвища. Знаешь, у них такие прозвища должны быть. У меня просто, наверное, папа любил форсаж смотреть. Форсаж. Форсаж. Здравствуйте. Я Руслан. Меня Владимир зовут. Какая тема вас интересует? Меня интересует только одна тема. Как же попасть опять в Лиссабон? Я пять раз был там. В Мозамбике работал, в Йемене, в Анголе. Честно, пользовались хоть раз услугами сутенёров? Да. Нет. Я сам себе режетёр. Просто у нас тут есть подрастающий сутенёр один, сказал? Нет, нет. Это их проблема. Я увлекаюсь своим городом. Самый лучший город в мире. Я был в Сингапуре, в Селоне, там чёрт знает где. У нас лучше, чем в Сингапуре. Лучше. А самое худшее место, где вы были? Нигерия. Там просто английские законы. Всех убивают. При вас убивали хоть раз? Да. Что вы испытывали в этот момент? Я ничего не испытывал. Рядом стояли голландцы, и они меня успокаивали. Ну, голландцы умеют успокоить немножко, веселья добавить немножко. Да, да, да. А ваш какой канал? Меня зовут Руслан Дадашев, поэтому я очень креативный человек. Я назвал канал Рус Дат первыми буквами своих имён. Ой, господи, не дай бог Рус, вот это мне больше всего убивает. Когда я дочке сказал, учи английский, будешь учиться в Лондоне. Она так и сделала. При этом Калининград самый лучший город. Да, это самый лучший город. Но дочка учится в Лондоне? Нет, она уже в Москве живёт. Может быть новых детей сделать? Нет. Не надо? Не надо. Ну, вообще в форме вы? Нет, нет, я в форме, только мама сказала, у меня сын 80-й, дочка 90-й, подходит 2000-й, жена готова вся. Она говорит, сам, сам, сам. Я научился разговаривать портовым языком. Это смесь испанского, португальского и английского. Попросите, пожалуйста, вот людей, кто посмотрит это видео, подписаться на наш канал на портовом языке. А, на касса. Знаете, что такое? Это там, где билеты продают? Нет. В Касабланке вы были когда-нибудь? Я в Гусеве был, в Черняховске был. Касса – это дом, а на касса по-португальски. Я иду домой. Ага. Обязан сказать, не болейте. Это было по-португальски, кстати. Не болейте по-португальски, это подпишитесь на канал, кстати, кто не знал. О чем вам интересно разговаривать? Ну, особо ничем не увлекаюсь. Ну, что тут же делаете, в свободное время. Я сейчас учусь на парикмахерском просто. На парикмахера учишься? Да. Давай оценим прическу твоего замечательного собеседника. Давай от 1 до 10 по стобайной шкале. Пятерочка. Какими главными качествами должен обладать любой парикмахер? Ну, общение. Ну, вот у тебя нормально получается общаться. Умение разговаривать. Да, умение разговаривать. Как тебя зовут? Софа. Пообещай, что когда ты откроешь свою парикмахерскую, она будет называться София. Это же классика. Это нельзя называть никак по-другому, как помимо женского имени. Я, наверное, не открою, Солан. Привет. Я Руслан. Можно подсесть просто рядом, если ты не против? Ты в целом общительный человек, как считаешь? Нет. Можно тебе хотя бы пару вопросов задать? На какую тему? Что тебе было бы интересно обсудить? Я не очень общительная, поэтому с незнакомым ничего. С упрощением, но у меня упал заказ. О, нормально. Мы на самом деле можем помогать людям. Как только мы подходим, у них появляется заказ, и они начинают работать. Дамы, привет. Я Руслан. Я просто поздоровался. Я просто познакомился. Спасибо. Дамы, привет. Можно, пожалуйста, не убегайте? Ну, выше в глазах была надежда. Добрый день. А я просто поздоровался. Ребята, привет. А я вот... Можно с вами немножко посидеть? Нет, нет, нет. Нет? Наполовину мы вас можем снять хотя бы вот так вот? Нет? А почему не хотите? Просто вот интересное мнение, почему люди не хотят общаться на камеру. Не хотим. Типа, не общительные или... Просто не хотим. Помолчим тогда просто. Давайте просто помолчим. Все, классно помолчали? Давай, ну только вы потом пообщаетесь со мной немножко. Ну ладно, хорошо. Вы видели, как вы меня продинамили сейчас, девчонки? Вообще, это уж так вот. Мы с вами вас обожаем просто. Это специально на чехле. Давай покажем. Виталий, иди сюда. Давай покажем. На чехле еще написано. Это, короче, специально. Чтобы весело было. Не, как раньше, да, кричали, типа, там, сыр и так далее, сиськи. И так же, типа, ты смотришь на этот. Бал. Вожу в курс дела. Я не подготовился. К моему дню рождения. Я не подготовился к теме общения. У меня нет никакой темы общения. У меня завтра день рождения. Но, о, что подаришь? Давай спалим подарок. Нет. Что она тебе подарила? Я просила эти красители. Она просто тортики делает. А что за фигня? Подожди, это же подарок. С какого момента люди начали просить, что им надо? Я специально у нее спросила. Я считаю, что нужно знать. Какая-то ленивая просто. Да нет, я не ленивая. Такая, что подарить, типа? Ты просто, ну, так себе подруги вы. Нормальные мы подруги. Так, все, новый ведущий проекта ОК Гурьевск. Здравствуйте, меня зовут Елена. Расскажите, чем вы занимаетесь. Шины вожу. Последний раз, что вы гуглили? Вот если зайти в историю браузера, что вы последний раз гуглили? Только аккуратно смотрим. Давайте прямо. У тебя есть молодой человек? Нет. Тогда лучше не заходить в историю браузера. Ну, почему? Давайте про парней поговорим. У тебя есть молодой человек? Я замужем. А парень есть? В смысле, я замужем? Но парень, ребенок есть. Короче, мы описываем сейчас идеального парня, который тебе нужен. Давай, может быть, посмотрит такой парень сейчас там сидит. Высокий. Давайте вот покажем вот так, чтобы вот я рядышком стоял с ним. Ну, вот так где-то вот. Да, хорошо. Ты не подходишь. Телосложение? Обычное. Подкачанное, может быть? Ну, пузико имеется? Ну, пусть будет, да. Ну, как бы и ты, да? Как бы не Анжелина Джоли. Что началось-то? Нормально же общались. Давай обращение к парням сделаем. Умная мысль. Никто, никто никому ничего не должен. Все, спасибо. Спасибо большое. Привет. Смотри, ничего не говори, ничего не говори. Просто жди сейчас, как раз тебе должен заказ упасть. Хорошо? Жду. Нет, не пришел еще? Нет. Нет. Проверь сейчас. Тоже не пришло? Должен брить заказ просто. Нету, да? Нету. Ждем. Нету, да, заказ? А там смс-ка какая-то должна прийти? Или звонок прям тебе позвонить? Тебе должны позвонить лично? А какой у тебя номер? 81-469-2797. Сейчас должен просто заказ, тебе должны просто позвонить сейчас. Звонят? Звонят? Да. Все, весь, заказ пришел. Все, удачи тебе. Все, весь, работает, все нормально. Я хочу провести прямо сейчас небольшой эксперимент. Короче, у меня давно уже был такой прикол. Сними, Виталь, вот когда открываются какие-то места, прямо вот залететь просто без предупреждения, сделать какую-то рекламу, подойти и прям попросить бабки. Проверим, работает эта теория или нет. Пойдемте просто в наглую, залетаем. Парни, вы сами здесь ели? Тут очень вкусно, да? Пока еще не доводилось. Нет, скажите, скажите. Вообще шикарно, все блюда, уже попробовал, отличные болы. Всем рекомендую. Насколько они прям классно, ребята, что они пригласили даже Дэвид Гетто, смотрите. Самое вкусное место, такого никогда не было до этого в городе. Поддерживаю, да, да, да. Классная вывеска. Такие цвета вообще видели в городе, вообще ни разу не видел. Специально придумали нишава для чего, потому что сразу внимание привлекается, типа такой, а что это там нишава, дай-ка зайду, посмотрю и попробую. Самую вкусную нишаву можно заказать? Быстро вообще делаете? Три минуты. Три минуты? Блин, мы, короче, рекламу снимаем, давайте скажем, короче, две секунды. Сколько делается примерно нишава? Полторы секунды. Сколько стоит? Триста двадцать. Так дешево, ничего себе. Всего полторы секунды, ой, я даже не заказывал эту штуку. Классно, вообще в подарок прям дали. Надо попробовать обязательно, да? Тут же очень вкусно, парни. Идеально. Смотрите, ну, вы можете подумать, что у меня предвзятое мнение, поэтому я тебе доверюсь, давай ты прямо сейчас попробуешь. Только надо как в рекламе, знаешь, типа очень вкусно, типа поедят с аппетитом. Слушайте, как хрустит. С чем сравним вот вкус прям? Первый секс. Сказать, да. Да, идеально. Но он же не очень обычный. Было хорошо. Какая реклама без красивых девчонок? Просто без объяснения причин надо просто немножко потанцевать. И нам нужно, чтобы ты просто прочитала все, что там на экранчике. Но в этот момент будет нарезка рекламная, томный голос должен быть и сексуальный. Хорошо. Донер с томленной говядиной, нишава с пряной курицей, нишава с горячей креветкой, боллы, болл с куриными стрипсами, комбо макс, комбо... что там написано? Медиум. Комбо медиум и комбо лайт. Какой подойдет размер тебе? Ты, может быть, знаешь, нам нужен кто-то главный. Так мои друзья главные. Покажи, пожалуйста, нам пообщаться. С кем нам пообщаться? Вот в белой футболке. Мне сказали, что Артем, Артем, правильно, да? Я Руслан. Ты уже видел, что мы там что-то ходим, снимаем. Я просто решил объясниться. Мы сняли тебе офигительную рекламу. Давай покажем, что мы сняли. Летели сам в начале сюда. Сняли вот и диджея. Видишь, диджея играют. Забавно потом вот девчонки типа тоже едят. Короче, сделали как реклама. Короче, ну, уже. Поэтому у меня есть тебе предложение. Хотим сделать эту рекламу тебе, но за это типа, ну, как бы, если что-то там можно как-то договориться по бабкам. Да, да. Реально можно будет договориться? А ты знаешь просто, видимо, да, что мы снимаем? Да, конечно. Просто я думаю, я бы не повел бы, что ты согласился. Ты не знаешь вообще, кто мы такие. Не знаю, конечно, знаю. 12500. 12500? Не, давай сделаем так. Так, 12, нас покормишь, потому что мы очень голодны. Мы на самом деле только из этого что-то залетели. Да, да, хорошо. Просто у меня реально была такая теория все это время, что можно ли так залететь и сделать просто рекламу. Так, 12. Я стоющее пересчитываю, бля, как стыдно. Нормально, 12 есть. Виталь, мы с тобой сработали бабок. Пригласим всех к Нишау. Да, все приходите. Очень вкусно, очень вкусно. Все, отметка вот здесь вот прямо сейчас появляется Инстаграм. Но на самом деле я уже понимал, что все получится, потому что нам так вроде на нас так смотрели, все давали нам что-то пообщаться, поговорить. Поэтому я сейчас обращаюсь ко всем заведениям, которые открываются или уже открылись. Готовьте бабки, мы придем вам снимать рекламу, хотите вы этого или нет. Я Руслан. Можно тебя отвлечь, если ты не против? Немножко. О чем тебе интересно общаться? Ну, меня больше всего интересует тема медицины и биологии, наверное. Прикольно. Почему медицина? Почему такой выбор? Дай угадаю, кто-то в семье? Нет, вообще нет никого нет в семье. Вообще я хотела пойти именно в науку. Почему никого нет в семье? Нет, есть. Сама родилась. Почкованием. Ну да, почему нет? Как раз тема биологии шутка была, если что. Пометьте там. Я хотела пойти в медицину, именно в нейробиологию. Изучение мозга, клеток, нейронов. Правда, что человек использует свой мозг всего на 3-4%? Я думаю, это больше миф. Некоторые области мы, правда, используем на 3-4%, а некоторые используем, ну, прям очень хорошо. Реально ли как-то добиться того, чтобы человек использовал прям по максимуму? Я больше хочу пойти не ради того, чтобы человек развивался, а именно изучение каких-то болезней, чтобы предотвращать, например, болезни Альцгеймера или что-то такое. Пока ты говоришь, отвечаешь, у тебя нимб появляется над головой. Святой человек. Я заметил, у тебя есть цветочки. Да. Тебе подарил их молодой человек? Нет, я сама сорвалась с своего огорода. Взяла, чтобы подарить сегодня своим подружкам, каждому по одному. Они тебе что-то сегодня подарят? Я думаю, эмоции. Мне этого, правда, достаточно. Кто из подружек чуть лучше? В общем, я не могу сказать, что кто-то лучше. Опять, в чем-то конкретно. Ну, давай выберем. Я не умею так. Если у тебя свадьба, тебе нужно выбрать свидетельницу. Кого ты из них выберешь? Свадьба? Ой, какие сложные вопросы. А что, собственно, сложные? Свадьба не за горами, как говорится. Ну, нет, я не собираюсь учениться. А у тебя есть молодой человек? Нет. Я увлекаюсь науком. Ну, наука тоже, мне кажется, может доставлять не меньше как бы удовольствия и оргазма, чем, мне кажется, молодой человек. Ну, наверное, не пробовала. С наукой как минимум не придется стимулировать. Ну, да, это точно. И с наукой можно больше 20 минут. Да. Ну, да, всю жизнь. Тебе все хорошее, ты прям светишься. Спасибо. Вылечи, пожалуйста, всех нас. Хорошо, обязательно. В первую очередь от тупости, чтобы мы использовали свой мозг на 100%. Ты классно выглядишь. Да, спасибо большое. Нет, 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 это мой обычный образ, я всегда так выгляжу, я всегда хорош. Как тебя зовут? У меня Герман. Герман. На какую тему вот с тобой интересно было пообщаться? Я думаю о дизайне, о архитектуре и вообще о мире. Вот другу сделал визитку по приколу, почему нет? Я ведущий свадеб. Сделаешь мне визитку ведущий свадеб? Да без проблем. Просто поугарать можно, что-то прикольное просто. Мы с тобой сейчас потом найдемся в соцсетях, и здесь прямо сейчас появится визитка. Все, вот моя визитка ведущего, заказывайте на свадьбы. Главное веселиться, и тогда вот вся работа, вся рутина превращается в игру, и тебе становится интересно это все делать. Я скорее, знаете, из новой России, будущего, так сказать. Из фьючера. Добрый день, я прошу прощения, можно буквально на секундочку, если вы не против? Просто все куда-то торопятся, бегут, но вы прям так медленно идете, прям, я прям кайфанул от того, что как вы ходите. Это чисто без прикола, реально. Реально не торопишься никуда? Нет. О чем тебе интересно вообще общаться? Я не знаю. Чем ты увлекаешься? Я? Я спортом. А, так ты после интернировки идешь, наверное? Ну да, устал. Ты не выходил из зала уже год, наверное. У тебя заботит свое тело, в первую очередь. Блядь, ну да, да, наверное. Короче, можно я пойду, а? А, все, доела тебе, да, заобщаться? А, ты на другую тренировку, да, идешь? Только веселись иногда, ладно? Очень сильно устал человек. Мы снимаем просто свой блог на ютубчик, общаемся с людьми на разные темы. Мы на ютубчике будем? А? Мы на ютубчике будем? На ютубчике будете, да. О чем вам было бы классно, прикольно пообщаться? У меня сломался велик, и я не могу кататься. Денег нет, но я пока держусь. Что у тебя по бабкам? У меня такая же проблема по бабкам, у меня нормально. У меня есть определенный план, и я действую согласно ему. А вы же вот, буква К, пожалуйста. Это капитан? Это кадет. Что еще интересно вам? Девчонки, может быть, пацаны? Девчонки очень интересные. У вас нету вторых половинок? Неа. Все, что нравится... Стоит денег. Требуется, наверное, это понимание в плане, чего она хочет. Ходишь как дурак туда-сюда, и ты думаешь, а что я сделал не так? Все сложно. У моего старшего брата, он встречался с одной девчонкой, и она, короче, прямо во всех планах, она хорошая. В плане она и готовит, и убирает. Форма у нее имеется, ну... Такая же тоже, да? А? Такая же форма? Да. Она и спортсменка еще. Получается, ты завидуешь брату сейчас? Не, он же с ней расстался. Так, тем более. Так, как ее звали? Катя. Катя, если ты смотришь это видео, ну зачем тебе старший, брат? Вот же он, молодой, смотри, горячий, вафли в руках, он тебя на корме. Ну бабки, ну они будут бабки, но он уже почти капитан. Немножечко с вами общения, типа такой, ой, канал называется, Вдуть. Дмитрий. Дмитрий, очень приятно. Я хочу узнать, что тебя интересует. Куда вы сейчас выкладываете весь контент? Я просто видел тебя в ТикТоке, а в ТикТок закрыли, ну в смысле не то, что закрыли, а выкладывать сейчас. Нет, не закрыли. Рассказать? Всем вам рассказать, ТикТокерам. Открываешь компьютер, VPN, выкладываешь. Согружаешь, а перед тем, как нажать выкладывать, выключаешь VPN. Нет, нет, эта тема уже не работает, ты просто выкладываешь, то есть ты не видишь мое видео, но Украина, Белоруссия, Казахстан, все его видят. Я три года живу в Калининграде, первый год мы застали, что мы можем спокойно на машине путешествовать, там, Октоберфест, Эстония, Латвия. Так это из-за вас закрыли все, блин. Из-за кого? Из-за русских? Не, из-за тебя, ты приехал такой, хочу здесь в Европу гонять, они такие, нет, Дима, так просто не будет у нас. А я еще пить бросил, полгода не пью, и все, и вообще, и думаю, что делать, надо следующее, солнце-то нет. Давай последнее, что у тебя в истории браузера, последнее, что ты гуглил. Торочить не запрещает, жена. Тем более, когда пить бросил. Басти, Милф. Давай, да, Милф и Милф и Калининград найти. Смотри, Балтика, расписание матчей. Вы любишь футбол? Я пытался устроиться в пресс-службу Балтики, меня взяли на экспериментальный срок, а все матчи, куда я приходил снимать, все проиграли, и меня выгнали. Серьезно. Подожди, сын, звони к этому срочно. Сто рублей скинь, пожалуйста. Ты приемный, до свидания. Вот сто рублей попросил, кстати. Наверное, на девочку надо. В наше время лучше на девочку скинуть. Так не скинешь, он на мальчика пойдет. Ваня, пять минут, и я тебе скину. Мне, между прочим, в этом году 42 года, и это очень актуальная проблема для мужиков. Пропало. А это все из алкоголя. Закончим на твоем прогнозе. Что нас ждет вообще? Что меня ждет? Что тебя ждет? Когда только это все началось, когда отключили монетизацию, я сразу сказал, вот смотрите, кто сейчас перестанет снимать влоги, те это делали ради денег, а кто не перестанет, те это делали по фану. Вот я это делаю по фану, ты это делаешь по фану. Не, я ради денег. Я смотрю у тебя Версачи. Значит, тот увернулся и сделал это как будто бы не ради денег, но ради денег. У нас, кстати, платное интервью, Дим, это не сын тебе звонил, это я звонил с другого номера. Скинь, брат, составляю. Я буду сыну перечитать, тебе заодно перечитаю. Сколько людей на вас уже обернулись сегодня? Вы смотрите, ловите эти взгляды? Да, постоянно. Раньше ловили, теперь я особо не обращаю внимания. Мы просто дурачки, которые любят одеваться в костюмы. Это не про косплей? Нет? Косплей, косплей. У меня косплей на Данте из 13 карт. На Меранже из рейтинга короля. А, нет, давай заново, короче, я буду делать вид, что я знал. На кого косплей? Данте из 13 карт. А, ну, это понятно, да. Меранже из рейтинга короля. Короля, да, конечно, я тоже знал. Тоже рейтинг короля я, да, и да. Ну, это оно как бы, в принципе, и понятно все, конечно, только глупый этого не знает. А ты не высыпаешься вообще, да? Ты поняла, в чем шутка? Нет. У тебя глаза красные. А-а-а. Я хочу рисовать свои комиксы. Уже занимаюсь этим. На какую тему будет комикс? Про взрослого мужика, который задолбался от жизни. Он работает в Маке, несмотря на то, что ему 36 лет. Но один момент он встретил маленького демоненка, который не может вернуться в ад. И он пытается ему помочь. На позитивной ноте закончим наш интервью. Ну, вот таким вот получился этот выпуск. Вы узнали, как и я, собственно, что интересует людей. И на самом деле, мне кажется, периодически можно будет вот так вот просто выходить на улицу и общаться на те темы, которые интересны самим людям. А я никуда не пропал. Напоминаю, что я запустил свой подкаст. Поэтому рекомендую вам смотреть все, что выходит на этом канале, потому что это все делается для вас. Обязательно подпишитесь, колокольчик, комментарии. Это все очень важно. Все, это Русик по-прежнему. Всех люблю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok